Раки, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на март месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. И первая карта для вас это девятка кубка. Девятка кубка показывает ваше благо, ваше изобилие. Вот уже в начале месяца у вас это есть. Но и как предупреждение для вас, не нужно сильно высоко себя поставить, что у вас все получается. Даже если это касается рабочей момента, даже если это касается отношений, не нужно высоко себя оценивать. Здесь, знаете, из-за того, что вы можете сильно себе дать, подавать, вы можете это потерять. Сохраните вот эту вашу благо изобилие для себя. Никому не рассказывать, что у вас все как легко получается. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Для вас Верховный Жрец. Вы очень сильно высоко себя оцениваете. Вот из-за этого как для вас предупреждение, чтобы вы это не потеряли. Здесь, да, есть вера в себя. Есть, знаете, то состояние, когда у вас все получается. Здесь, если у вас настолько уверенность в себя есть, если настолько вы думаете, что у вас все получается, сохраняйте, да, никому не рассказывайте, да, никому не хвастывайтесь, да, что у вас все это быстро и хорошо получается. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Это карта двойка копков. Здесь вы можете думать, что у вас в отношении все хорошо, да. Вы очень сильно верьте, что те отношения, которые на данный момент у вас есть, это вы думаете, что это как ваш кармический человек, да, как ваша вторая половинка, да. Здесь, конечно, чувства есть, да, но здесь все-таки прислушиваться нужно и вашей интуиции. Как совет, слушайте то, что изнутри выходит, да. Если для некоторых, если вы чувствуете, что это ваш человек, конечно, здесь это ваш. Но если у вас какие-то сомнения по поводу этих отношений, которые, знаете, чувствуете, здесь как бы это, знаете, может быть, для некоторых нету веры, да, их не хватает веры, да, что появится в новых отношениях, да, появление нового в их отношениях, да. Здесь может быть для некоторых вход в новых отношениях, тоже для некоторых раки, да, здесь могут знакомства новые быть. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это тройка кубка. Тройка кубка в середине месяца показывает, что это ваши праздники, это ваше веселье, да, может быть, кто-то, кого-то будет, ну, приглашать, поехать куда-то отдыхать, да. Здесь как бы показывает, что в март месяце ваше внутреннее состояние даже вот такая, знаете, как праздник, так, как веселье. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это четвёрка Пентакли, да, четвёрка Пентакли показывает, что да, вы можете для всех, да, вы можете, да, кому-то помочь, но вы как будто в последнюю очередь думаете о себе. Вот в середине месяца постарайте радоваться себя, да, если у вас выходить, может, кто-то хочет какой-то поехать, может, какие-то праздники для себя устроить, в первую очередь постарайте не для кого-то это сделать, а для себя, потому что вы так будете себя наполнить энергией. И как я сказала, что те, которые очень сильно, высоко себе поставить, они могут уже в середине почувствовать, что что-то происходит, да, что что-то не то, да, что-то уходит, да. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Это отшельник. А отшельник показывает, что даже то, что у вас всё происходит хорошо, даже это, но всё-таки вы ищете, да, вы всё-таки копаете в себя, вы всё-таки анализируете внутри себя, вы то, что, знаете, вы даже может быть в отношении, но как будто они показывают, что всё-таки чувствуете, что вы одинокие, да, вы всё-таки чувствуете, что вам не дают вот это праздники, да, вам не хватает эмоций, да, человек рядом не даёт, не слышит вас, да. Для одиночек я хочу, как и сказала, что здесь могут быть появления новых отношений, новые знакомства, но здесь в этих отношениях вроде бы сначала будет как-то, ну, как в селе, как праздник, вам будет хорошо, но потом вы поймёте, что как бы нету чувства, да, вам хорошо, да, вам весело с человека, но не более того. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас. Это пятёрка Пентакли. Пятёрка Пентакли показывает уход от отношений, уход от каких-то ситуаций, от проблем, да, может быть, как я сказала, что здесь может быть для некоторых новые знакомства, но вы поймёте, что вам как бы приятно общаться с человеком, но не более того, не хотите идти дальше в этих отношениях, да, здесь всё-таки будет как бы уход. Давайте посмотрим следующая карта, да, ещё хочу сказать, что здесь может быть для некоторых уходят какие-то финансовые проблемы, да, финансовые какие-то трудности, да, появление здесь вот этой ситуации, как бы она уходит, да, потому что вы всё-таки анализируете, да, вы ищете какое-то решение. Следующая карта на конец месяца, это карта Семёрка Кубка. Семёрка Кубка показывает ваши иллюзии, ваши мечты, да, постарайтесь в конец месяца не мечтать о том, что нет в вашей жизни, да, постарайтесь, будете думать, что происходит сейчас, да, на данный момент, да, то, что у вас будет в март месяц, но фантазировать ни в коем случае вам не нужно, потому что из-за этого может, как я и сказала, что может для некоторых уход, из-за того, что сильно мечтаете, фантазируете, у вас может быть проблема по энергии, по то, что у вас силы будут уходить. Давайте посмотрим карта совета, что вам Высшая Сила советует для вас. Семёрка мечей. Те, которые чувствуют, что рядом с вами есть люди, которые, как бы, может быть, и болит голова после общения, да, может, вы понимаете, что у вас силы с человеком нету. Здесь, как в вас есть уход энергии, уход, знаете, из-за тех людей, которые вы можете всё рассказывать, да, ваших целей, ваших благ. Здесь нужно, знаете, как совет, если вы понимаете, что рядом с вами есть энергетические вампиры, просто освободиться от таких людей, да, просто убрать таких людей из вашей жизни. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране телефона. Для того, чтобы не пропускать видео, подписываемся на YouTube-канале.